На юго-востоке Узбекистана, в низовьях реки Заравшан, находится одна из жемчужин Средней Азии – Бухара. Когда-то ее называли «Бухара и шериф», что означает «благородная Бухара». Такой титул носили всего семь городов мусульманского мира. Точная дата ее основания неизвестна, но культурный слой на территории города достигает 20 метров, и найденные на этой глубине предметы соответствуют IV столетию до н.э. История возвышения Бухары начинается с династии самонидов, правивших обширной территорией по правому берегу Аму-Дарьи и сделавших Бухару столицей. Множество воин оставили свой след на этом некогда прекрасном городе, пока на конец армии Чингисхана в 1220 году не сравняли его с землей. Следующий замечательный период в истории Бухары связан с династией Шейбанидов, захвативших эту область в начале XVI века и в 1560 году перенесших столицу своего государства в Бухару. Так было основано Бухарское ханство, просуществовавшее до 1920 года. С установлением советской власти Бухара стала сначала столицей Бухарской Народной Советской Республики, а в 1924 году областным центром Узбекской ССР, а затем Узбекистан. Современная Бухара делится на новый и старый город, который буквально притягивает к себе. Над всем городом возвышается грандиозная башня из жженого кирпича, минорет Калян. Чингисхан сказал о нем, «Я никогда никому не кланялся, но это здание заслуживает поклона». В начале XVI века рядом с миноретом была возведена мечеть Паи-Калян. Из других памятников можно выделить замечательное медрессо Чор-Минор, четыре минорета, с оригинальным четырехбашенным входом и однокупольный мавзолей Исмаила-Самани, построенный им в начале X века для своего отца, и в котором был похоронен он сам, его дети и внуки. Это только малая часть памятников архитектуры, которых здесь более 140. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok